Ну вот с момента, как я упомянул, что сделаю ролик про пирокинезиса, так под каждым роликом, постом, просто всем чем угодно, что я выпускал во всех своих социальных сетях, постоянно мне писали. Ну когда пирокинезис, пирокинезис, то когда пирокинезис, ну чё, когда пирокинезис? Во-первых, когда я что-то обещаю, я не говорю дату обычно, потому что я, как правило, не знаю, когда я это сделаю, и это для меня тоже было совсем уж новым форматом. Обычно я говорил либо про объективно плохие тексты и разбирал, что именно в них плохо, либо говорил про тексты, которые я сам люблю, и, конечно, я их себе брал там вот, чтобы читать, чтобы не делать прямо ошибки, но в основном я их наизусть знал, и, собственно, написание сценария не вызывало вообще никаких проблем у меня, потому что все эти мысли, они очень давно у меня в голове уже были. Здесь же пришлось с нуля разбираться, в общем, сами оцените, как получилось, здрасте, вы на канале Сейна. Тут, блядь, эксклюзивность, понимаете, нахуй? Чек, блядь, вот это вот реально, эксклюзивность-то моё почтение, блядь, Сейн, ну, блядь, ну ты как бы показываешь, что уровень Сейн, блядь, Сейн, я нажму на колокольчик Сейна сейчас скоро уже. Для начала стоит оговориться, зачем вообще нужны эти ролики. Дело в том, что дискуссии о текстах её как будто бы и нет. Есть вот рэпера, которые на них дрочат, есть условная каста легендарных песен, там, какого-нибудь русского рока, которые не то что не обсуждают, они вот просто есть каста непогрешимых. И вот там вот определенное количество текстов, при том зачастую не самых лучших даже, но сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим о пирокинезисе, и это самое крутое, о нём есть что сказать. Огромное количество исполнителей, которые делят с ним сцену, при том он вот такой вот на стыке жанров, непонятно, рэка-рэп или что это вообще такое, и от песни к песне жанр также может определяться по-разному, но суть в том, что и те, и другие его коллеги по цеху зачастую обсуждение-то и не заслуживают. Там какая-то полнейшая скукотища, или банальщина, или такая канюнгтурщина, то есть они подстраиваются под их окружение и делают примерно то же самое, что вот остальные в их жанре. Там разбирал вроде Think About It, что как только один кальянный рэпер начал использовать название машины Панамера в своём треке, так во всех остальных следующих треках других исполнителей начало тут же встречаться снова Панамера, 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 то есть там появляется вот в рамках даже самого узкого жанра даже какое-то слово или образ, и всё, и он разлетается дальше. Здесь же всё не так, у пирокинодиста всё поинтересней. Что именно круто? Рифмы и подход к тексту. То есть я о глубоком смысле буду говорить сильно позже, здесь хочется поговорить именно про то, как он всё это конструирует. Дело в том, что... конструирует, да, охуенно произнёс, конструирует. Дело в том, что многие подходят к текстам не обязательно с точки зрения написания там цельной истории или какой-то вот прям проведения сюжетки от начала к концу. Иногда это просто наборы образов, и это нормально. Самый яркий, наверное, представитель это вот Запорожец из Пятницы. Может, там и Бабкин тексты писал, но вот в отрыве от Запорожеца песни самого Бабкина, они гораздо более такие стройные, простые и понятные. У Бабкина это чисто набор образов. Может, однажды доберёмся, там взять какую-нибудь песню Сон, да или, в принципе, почти любую песню Пятницы и самого Бабкина. Это, как правило, чисто набор каких-то образов. И как раз-таки, почему одна песня становится хитом, а другая не становится? Потому что образы, вот, они понятны и они цепляют энное количество людей. И, собственно, чем больше зацепило, тем более песня хитовая. Вот, и вспоминаем, там, Тыкидал, она такая районная, всё, что там происходит, оно такое, как психоделичная дворовая жизнь. Потом Солдат, тоже понятна тематика, это просто самое читаемое, наверное, что есть у Пятницы. И остальные это, в основном, такие любовно-лиричные вещи, которые также всем доступны. Так вот, у Пирокинезиса это похожий набор образов, они гораздо более оторваны от реальности. И, в принципе, вот эта вот поэтичность, это его фишка. Я не буду здесь вообще ничего не говорить про то, что это поэзия или это не поэзия. Слишком уж давно у нас не рождалось живых поэтов. Слишком давно не было поэта, который был бы частью вот нашей действительности поп-культуры и так далее. Поэтому о поэтичности и причастности этого к поэзии не будет сказано ни слова. Воспринимаем это как песню, состоящую из образов. Больше не летают вертолеты. Волшебника не видно за последние года. Прекрасное далеко, напрасное далеко. Далеко так, что не дотянуться никогда. Во-первых, сама штука с тем, чтобы взять песню прекрасное далеко, это находка отличная. Но если вдуматься, очевидная. То есть, если бы у нас было гораздо больше исполнителей а-ля перокинезис, которые прям вот ищут, 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 то на прекрасное далеко положить глаз вот проще некуда. Потому что сам этот момент, что настолько известная песня буквально каждому, она проверку временем не то, что прошла или не прошла, а она изменилась. То, что раньше было песню юности, она была, ну, жизнерадостная, наверное. Сейчас это какой-то жуткий тлен, меланхолия, от того, что это поется деткими голосами, она становится совершенно зловещей. И это не заметить, но нужно быть слепым. И это не камень в огород перокинезиса. Ведь я, вот мне кажется, что это вот, ну, стопудово кто-то до этого еще додумался. Но я не могу вспомнить, кто. Поэтому перокинезису в копилку плюс хорошая находка, а там всем, условно, остальным исполнителям в копилку минус. Более того, я думаю, что самому перокинезису вот мешает это отсутствие конкуренции, потому что иначе он мог бы находить гораздо более интересные вещи, чем иногда находит. На тусовках шумных о несбывшихся мечтах напомнит балерина на шкатулке, и в старой вазе вянут листья георгин. А твою песню отразит слеза печали в каждой нотке пианино. Стеклянный взгляд, жизнь как киноляп, от сотни до нуля, весна уже за тысячи ночей подряд, и вряд ли ты еще раз выдавишь свой детский смех, но никогда уже не встретишь электроника на техно. Во-первых, как оно вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я это когда читаю как, ну как действительно стих, даже не совсем понятно, где это ритмически ложится, но когда это прочитывает сам перокинезис, оно вот более чем в музыке. И фишка в том, что здесь те самые рифмы, про которые я говорил, которые иногда на середину слова, иногда на какой-то звук, который вот оставлен, например, там взгляд, киноляп, георгин, пианино, то есть вот это вот О, оно является связующим. И иногда эта рифма, она не такая четкая, да, то есть не прослеживается прямая связь даже, может быть, с первого прослушивания, но зато речь как бы струится, то есть как будто ему нетрудно вот это вот повествовать, у него просто вот несутся эти образы, вылетают, и это, безусловно, цепляет. И про саму музыку, наверное, чуть позже скажу, но это совсем не моё музло. Но в чём причина популярности этого, думаю, отчасти именно в подобной манере стихосложения, песни создания, что оно такое вот свободное, и это хочется выучивать, там играть на гитаре, потому что оно само по себе вот такое вот мелодичное. Дальше у нас даже игра слов. Wordplay, как говорится. Ты теперь модель. Модель, что списана с конвейера. Под гнёт им пыль и под грузом времени. Взрослые уверены, выпей, отпразднуй, впереди твоё далёко-напрасное. И дальше переделанный припев прекрасного далёка. Прекрасное далёко, напрасное и далёко, бессмысленно жестоко дорогу забудь. Без выхода и входа к напрасному далёко, в напрасное далёко ты не пройдёшь свой путь. Ну, собственно, опять же, здесь, наверное, и нечего сказать. Есть текстовые находочки, и круто, что они есть. У огромного количества исполнителей их нет, и просто никто не старается. Здесь видно, что с тексточком поиграли, приятно это видеть. Вот, но при этом чего-то прям такого разъёбно выдающегося найти не получится. И здесь хочется вспомнить о музыке, потому что я вот этот вот припев, я его прочитываю, и типа клёво, да, переделал прекрасное далёко, но слушать, например, я его вообще не могу, по-моему. Он совершенно ужасно сделан. То есть, это, опять же, вопрос вкусовщины. Здесь я не могу сказать, что это вот, типа, плохая музыка. Это совершенно просто не моё, но с точки зрения качества, действительно, есть куда стремиться. Мне кажется, что у пирокинезиса могла бы очень сильно отойти однообразность, вот эта, которая, безусловно, есть в его треках, и очень стать интересней песней. Там вот последняя, которую мы будем сегодня рассматривать, она, если читать вот текст и смотреть на чисто текст, она мега хитовая, но при этом она свою хитовость теряет из-за вот этой вот однообразности исполнения. То есть, если бы пирокинезис, допустим, меньше автотюнил и больше нормально пел, было бы, мне кажется, гораздо круче. Если бы у пирокинезиса были более изобретательные аранжировки, тоже было бы, мне кажется, гораздо круче, но исполнитель молодой, вполне возможно, там через пару лет мы дождёмся уже совершенно другого звука, так что загадывать не приходится. После предыдущего ролика про образование многие сделали вывод, что если уж стоит поступать в российские вузы, то явно в самые топовые, потому что там и публика лучше, и педсостав лучше, да и вообще всё лучше. Эти четыре потраченных годы жизни будут иметь гораздо больше смысла. Если вы поступаете на режиссуру, а тем более на режиссуру в СПБ Г-Кит, то я вам крайне рекомендую курсы моей хорошей подруги Ани Волконской, которая организовала семимесячный курс, который вот в Питере ничего подобного больше нету, во время которого вы соберёте полноценное портфолио, такое толстенную папочку, которая очень помогает при поступлении, напишите три сценария полноценных реальных, разберёте десятки фильмов, и даже побываете на реальной съёмочной площадке, вот прям в самом делешного кино. Это очень крутой опыт, который поможет не только в поступлении, но и вообще в дальнейшем существовании, вот во всей вот этой вот киношной движухе, поэтому настоятельно вам советую её курсы, переходите по ссылке в описании, и получайте нормальное образование, которое стоит свеч. Ну вот что нельзя прям не заметить, пафосно, пиздец, прям очень, тут у него вот то, что вы мне советовали, у него песня «Легенда о Боге Смерти», «Как там Сатурн пожирает своих детей», в принципе, человек не стесняется, вот это вот «Боги», «Ангелы», «Демоны», «Релиз» у него один из самых известных «Корми демонов» по расписанию, безумно можно быть первым». Ну то есть, это, в его случае, это не смотрится так плохо, как смотрится обычно, потому что обычно, вот такой вот чрезмерный пафос, это абсолютно новичковая ошибка. Мне постоянно скидывают в личку разные тексты, песни, своё творчество, ребят, я их не читаю, у меня нет столько времени, чтобы на всё это реагировать, но очень часто, именно чуваки, которые начинают только пробовать себя в стихах, я это упоминал, у них в качестве образца, там вот какой-нибудь Пушкин есть, и они поэтому считают, что поэзия – это вот великое искусство, и чтобы творить великое искусство, нужно поднимать великие темы. И там 14-летний чувак пишет, что там «Меня Бог покарал, я ангел падший», вот, и тут похожая штука, но при этом скилл-то гораздо выше, то есть говорят про то, что художник должен сохранить в себе ребёнка, чтобы продолжать вот выдавать, и также наивно смотреть на мир и ему впечатляться, не менее имеющее смысл заявление – это то, что нужно сохранять вот этот вот запал из начала, когда ты ещё полон ощущения, что сейчас я здесь всех разъебу, когда ты вот буквально горишь идеями, и вот Мирона можно цитатнуть, возраст, когда стартуешь всё просто, всё ловишь из воздуха, быкуешь на взрослых, вот как раз тот момент, когда всё ты из воздуха ловишь, его сложно сохранять с течением времени, но в этом как бы и есть сложность творческой профессии, и самые крутые исполнители, они это сохранили, там, посмотрите на того же Нойза, он как будто там за все вот эти вот там 20 лет своей карьеры, у него огня в глазах совершенно не убавилось, он просто изменил своё качество, и, а вот Перкинезис смог сохранить вот эту вот пафосность, и это даже круто, опять же, наверное, это вопрос вкусовщины, но подобные штуки, как легенда о Боге Смерти, я мало где видел, то есть вот, чтобы с этим пафосом всё-таки настолько хорошо обращались, опять же, мне кажется, что это всё-таки какой-то стрём, я бы легенду о Боге Смерти не слушал, мне неинтересно, честно говоря, мне вот там в этом плане интереснее Кровосток какой-нибудь, но, опять же, есть люди, которые с этого тащатся, как есть люди, которые тащатся с фэнтези, их я тоже не понимаю, вот, но, опять же, как написанная от начала до конца, вот такая вот мифическая выдуманная история, при этом в песню заключённая, нельзя не оценить крутости работы с текстом, поэтому, если вы сами сейчас вот работаете над написанием текстов, и вот только начинаете, вам это всё дело интересно, то я вам всё-таки советую от пафоса избавляться, потому что, как правило, это такой самообман, то есть вы всё-таки не можете писать нечестные стихи, типа, вы не напишите хорошего произведения, если вы будете пытаться достать из себя то, чего в вас нет, и вполне возможно, этого пафоса в вас нет, но если это на самом деле и есть ваше, вот, ну, нормальное состояние, вам удобно существовать именно вот в такой пафосной манере, как удобно пирокинезису, тогда могут получаться даже более чем неплохие вещи, но, опять же, периодически встречается кринжатина, и там каких-нибудь одних его оборотов с сердцем, что там раненое сердце, холодное сердце, горящее сердце, но всё равно, если это сопоставить со всеми там вот другими сердцами из каких-нибудь попсовых песен, то это, конечно, на восемь голов выше. И вот следующая песня называется «Чёрное солнышко». Здесь то же самое, ну, я бы сейчас не кликнул даже на песню, которая называется «Чёрное солнышко», но вот про себя в 16 лет я так сказать не могу, то есть, возможно, если бы я там родился попозже, и как раз о пирокинезисе узнал подростком, возможно, все эти образы меня вообще захватили просто, и я бы там все набил не лживых собак, а «Чёрное солнышко», вот так, на два локтя. Себя за тучкой прячет, там по небу где-то катится маленький бурый мячик, но явилось второе солнце, и первое рядом с ним даже кажется негорячим. Его зёрнышко упало когда-то ещё давно, прямо в сердце поле тюльпанов, и выросло из цветов, в лицо горя тебе, и светятся грибами ядерными. А, ну там, горя тебе ядерными. Прикольно, да? Вот прям, то, как это сконструировано, то, что зачем следует, и какие образы из этого рождаются, довольно-таки клёво. Опять же, вот прям дискуссионный вопрос, насколько интересный образ «Чёрное солнце», но нужно понимать, что и публика это слушает специфическое, как и того же «Запорожца». И дальше вот нас встретит это самое иногда вот халтурные моменты, которые мне прям не нравятся. «Крыши людьми рыгали, я под ними видел тех, по кому даже не рыдали». Ну рыдали-рыгали, конечно, больно, и не знаю, мне кажется, этот момент вот чисто недоделанный. Мне кажется, можно было здесь срифмовать что-то другое. «По кому даже не рыдали совсем?» И сколько обведённых тел имел им к ним комментариев. А ты представь, если бы асфальт мог разговаривать, и сколько разбивалось о бетон, и сколько слёз было вылито прямо на тротуар, и что он бы сказал в ответ. Да в общем-то ничего. Несмотря на всю ту печаль, у асфальта эмоций нет. А вот какой-то человечишко, вспомнив, возомнил себе перечить богам. Вот опять. «Искусство и долото взял и с чувством наделил и холодный мёртвый камень, а вот люди почему-то ведут себя как бетон, живут и все как бы тонут, жрут и на всё готовы. Желудок, не голова, переварит, не зная, что это. И нас таких даже не миллион, и не два. Посмотри». И там бы к вокалам «Тут внутри у всех ядерная война». То есть пафос, безусловно, и там вот это вот вечно «Боги, искусство, внутри ядерная война». Мне категорически это не нравится. Но с другой стороны, какая творческая свобода? Этому прям вот хочется позавидовать. Вот этот вот диалог с асфальтом и просто конкретно вот этот вот момент мысли про чувство асфальта и дальше сравнение асфальта и скульптуры, это клёво проведённая мысль. Просто часто эти мысли мельче, и поэтому там разбирать каждую не так очевидно, то, о чём я говорю. Но вот здесь это прям чувствуется. Эта вот свобода, которую он себе позволяет, это прям клёво. Пока рыл всякую информацию, нашёл выступление Пирокинезиса на слово в одном из филиалов, там на самой заре, собственно, этих всех рэп-баттлов. И из рэп-баттлов вышло довольно много артистов. В основном, конечно же, рэперы. И у многих скиллы довольно похожие. То есть с точки зрения техники, там вот введения мысли, рифм, они могли бы написать примерно то же самое. Но не пишут, почему, потому что есть рамки жанра, рамки приличия, и их в их андеграунде однозначно засмеют за любое чёрное солнышко, и как там рыгали и рыдали. А вот Пирокинезиса нет. И как раз-таки вот эта вот свобода позволяет ему выделяться из вот этой вот, из вот кучи рэперов. А из кучи условно там рокеров, балладных певцов для девочек его выделяет наоборот скиллы из вот этой вот кучи. Так, слушай, сейчас быстро, откровенно. Ты вот хотел бы, чтобы я тебе порекомендовал музон? Или там фильм, или книжку? Если хотел бы, то есть способ это сделать. Меня огромное количество человек поддерживает Бавлинским через Патреон, а за это получает уникальный вот доступ в мой паблик, в котором я рекомендую самостоятельно контент. Реально. Нахожу там музонки, нища, вот что-то, когда сам что-то крутое нахожу, пощу туда с небольшим описанием, что вот такую-то, такую-то штуку нашел там на просторах интернета, мне она понравилась потому-то, потому-то, и из этого всего уже сложился здоровенный архив из просто всего, что ты можешь пожелать. Поэтому залетай по ссылке в описании и поддерживай меня на Патреоне, возвращаемся к ролику. И дальше одна из самых известных песен, и вот эта вот, она как раз, по-моему, супер хитовая, она, потому что я вот сейчас прочитаю здесь припев и куплет, и там почти нет проходного. Там почти каждая строчка, какой-то клевый образ, который отлично работает на атмосферу. Это я приду к тебе с клубникой в декабре. Там, где океан косаток, и хитрый жук по небу катит солнце шар на запад. Круто срифмовано. И еле тлеющей дугой, как хвост электроската, моя тоска. На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубникой в декабре. Просто верь мне как ребенок, что так можно. Тогда сможешь ты сорвать плоды. Те, что другие не смогли. И здесь стоит упомянуть про СПГС. Синдром поиска глубокого смысла, который неизбежно развивается у фанатов любого артиста, который как-то либо пытается тексты закручивать, либо вложить в свои тексты какие-нибудь там цитатки, вот в духе безумно можно быть первым. И с пирокинезисом это действительно так происходит. Стоит вообще сказать про смысл в песнях. Его не должно быть. Ну, то есть артист может закладывать как бы какую-то мысль, какое-то высказывание в песню, но никто ведь не собирается учиться у артистов. На самом деле, если подумать, музыканты это по-честному не самые умные люди. И если вы хотите у кого-то учиться, то ну лучше явно у кого-то другого, а не у того, кто решил положить жизнь на то, чтобы вот бренчать на гитаре там, или песенки свои петь, или вот писать там про черное солнышко и косаток, которые плывут на запад. И в принципе, оценивая тексты, я совершенно не руководствуюсь наличием смысла в них. Мне интересно именно находки, именно то, чем этот текст отличается от других. Тут речь и про технику, и про какую-то саму изначальную задумку, про тематику, про способы выражения. В принципе, песни-то в основном они про довольно похожие вещи, и, ну, можно выделиться темой, безусловно, но огромное количество песен темой не выделяется. Например, там неизбежно у вашего артиста наверняка есть какая-нибудь там песня про несчастную любовь. Трудно найти артиста без них, там приходят на ум всякие Седоджи Дубащиты в основном, и прочие вот такие своеобразные. Даже у Литл Бига есть песня про несчастную любовь. И вопрос как раз-таки в том, как ты эту тему раскрываешь, потому что вариантов множество, но прибегать-то к ним не обязательно. Можно написать банальную херню и кто тебе что сделает, ты можешь быть даже не то, что я панк, я поп, и все. Че ты мне сделаешь? И интересно наблюдать как раз-таки за теми, кто исходя исключительно из своих идейных соображений, потому что никакой больше мотивации здесь быть не может, усложняет свой текст. Как это делает в том числе и перокинезис, поэтому не нужно говорить про какой-то смысл, это же бред какой-то, это просто устоявшееся выражение, которое все как-то приняли и с тех пор смысл ищут. И вот у них там сводит с ума улица Рос, там беспечный ангел какой-нибудь или другая вот такая вот песня типичная русско-роковая, это глубокий смысл, а вот какой-нибудь синий туман похож на обман, это уже не глубокий смысл. Разницы в сущности нет, но как-то на уровне выражений там какого-то социального одобрения все привыкли, тут смысла есть, там смысла нет, ну и вот так и ориентируемся, но это же хуйня в действительности. Все полимеры пропиты, но мы живы вроде бы и против всех законов логики дороги сходятся в одну мелодию, один мотив. Дай мне только как рычаг гитарный гриф и пусть он будет мне опорой, я тогда как Архимед переверну весь мир на одно счастье и семь бед. Он всегда вот это вот все вот закручивает. Такие тексты приятно учить. Я не знаю, насколько вот вы запоминаете тексты, но мне друзья говорили, что я как-то слишком хорошо их помню, но я не понимаю, как можно не запомнить текст, который тебе нравится. То есть, когда я чем-то увлекаюсь и мне хочется разобраться в тексте до конца, я его, естественно, переслушиваю, и пока я переслушиваю, я его выучиваю. И этим как раз определяется, мне кажется, популярность артистов типа пирокинезица, потому что в этих образах хочется покопаться, хочется... Ты же, когда первый раз слышишь, ты улавливаешь там, дай бог, половину, и ты переслушиваешь, переслушиваешь. А, там вот эта фишка, а, вот то слово относилось к этому, а, вот и все эти ниточки между собой соединяешь, и пока соединил, ты его уже выучил. И там послезавтра просишь же включите пиру на какой-нибудь тусовке и поешь его, собственно, вследствие. То есть, это не пох-пох или какая-нибудь там любимка, когда просто именно сочетание слов иногда своей яркостью, иногда своей тупостью, оно вот заседает в башке и там повторяется. Это как-то работа на каких-то инстинктах и рефлексах. Такое психохакинг или биохакинг или социохакинг. Это именно крутой тексточек и поэтому он остается. Вот заслуга. И все по дурости, все, что вырастил как тамагочи или выживший за годы и почти что обесточен, но мой кораблик из бумаги тайфуном не испугать и в результате он никак не тонул. Но я боюсь устать и тогда внутри естествоиспытатель вдруг кораблик мой прикатит во тьму. И дабы не пропасть там и не сгинуть, я хватаю, как за нить за платье белую богиню в висящей луны вдалеке, чтобы не сесть на мель. И если карты нет, я ориентируюсь по ней. Крутейший образ по сути, что он написал? Иду по звездам, когда нет карты. Простая мысль, ну как две копейки. Но как она завернута, это уже совершенно другой разговор. Вот поэтому не суть важен смысл. Ну какой, блять, смысл? Ну можно там раздуть эту метафору, опять же, с помощью синдрома поиска глубокого смысла можно все это связать в такую хуебесину, что вот это вот просто библейская история, зашитая в одну песню. Но в действительности это просто набор крутых образов, которые как раз таки и предлагают тебе пространство для интерпретации. А ширина этой интерпретации и вообще желание ее начинать, оно зависит от того, какое у этих образов качество. И здесь можно вообще смело респектнуть, не считая того, что мне лично вот не нравится, что это белая богиня. А в остальном это все-таки качественные образы. Да и белая богиня, опять же, может я просто такой доебистый. И конкретно про жанр говорить не очень интересно. Да, там вот это рок-рэп, рок-рэп и что, блядь, первичный рок-рэп или рэпа-рок, это не очень важно, не очень интересно, но, по-моему, интересно заметить, что ближе всего пирокинезис к продолжению бардовой традиции. Ведь, ну, нет там какого-то суперзвука, нет там какого-то вот такого особенного стиля, который прям всех цепляет и он чисто на стиле держится, нельзя так сказать. Это в первую очередь атмосферность, что есть вот такой рассказчик, лирический герой, персонаж, автор, который и привлекателен. И там даже если у пирокинезиса послезавтра какая-нибудь песня отдельно завирусится, все равно не будет такого, что к нему приходит за одной песней. К нему приходит именно посмотреть на пирокинезиса. Я думаю, от того, что он условно не будет исполнять там свои главные хиты, а принесет новый материал, не сильно уменьшится количество людей на концертах, потому что именно интересно погрузиться вот в эту атмосферу историй. И это очень клево. Ну, и подобный вот как раз подход с этим стеритейлингом, и что ты приходишь посмотреть на вот этого рассказчика с гитарой, да, ну, или без гитары, все равно с каким-то аккомпанементом, это больше всего именно к бардам относится. И очень круто, что оно в итоге так перерождается, потому что если посмотреть, какие песни там день от дня играют на Арбате, вы можете вот реально приехать на станцию Арбатская, там почти всегда стоит чувак, один и тот же, со своим вот небольшим бэндом, который играет в основном батарейку, группу крови и все такое, и очень редко у него появляется что-то новое. Там недавно завирусилось, что один такой музыкант сыграл кадиллак, типа, на гитаре, но это же не то, это же не та музыка, которая ему на самом деле подходит. И было ощущение, что как-то на сплене там все закончилось, да, но на самом деле не закончилось, на самом деле оно вот нашло новое рождение в виде вот артистов типа Перокинезиса. Я бы с удовольствием посмотрел на что-нибудь еще подобное, потому что, вот, кстати, если сравнивать с Перокинезисом, то тоже, нет, ну ладно, далекий от него артист, просто хочется упомянуть, что она печет блины. Вот если отсюда взять, сохранить вот это вот темное такое гнетущее тленное отношение к бытию, но при этом весь пафос убрать и заменить его наоборот такой овер-иронией и какой-то такой грязью дворовой, то получится Сатана печет блины. Безусловно, там музыка другая, отношение к музыке другое, но все равно это, вот понимаете, как далеко находятся любые артисты, с которыми хочется Перокинезиса сравнить. С рэперами не очень хочется сравнивать, там прям, оно не подбирается. Вот, кстати, с кем сравнить Перокинезиса, напишите в комментах. Жду от вас в комментах отзыв, как получился или вдруг не получился формат, туда же напишите, какие артисты здесь еще могли бы появиться, вот кого прям интересно так разобрать, посмотреть, но должны быть обязательно интересные тексты, иначе все грустно, вот, никто-то кроме меня-то и не обсуждает особенно, вот, поэтому пишите это в комментах, подписывайтесь на мой охуительный инстаграм, заходите в закрытый паблик, в который 5 баксов через патреон стоит, также мой паблик вконтакте, мой закрытый паблик вконтакте и другие все охуительные соцсети, которые находятся в описании, на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, че? Думал, крикну, а я не крик... А!